Привет, с вами Каска. В этом ролике я вам расскажу, как можно слегка повестить FPS в Warzone 2.0, а также избавиться от лагов и фризов. Настройок в этой игре на самом деле в разы больше, чем в первой её версии. Я покажу чисто тестовые настройки, так как с оптимизацией ещё пока не понятно. Но, чтобы более-менее было играбельно, мы их рассмотрим более подробно. Залетаем в игру, нажимаем настройки, графика, первая вкладка, экран. В видеорежим ставим полный, экран, частота обновления экрана, ставишь максимальную доступную, разрешение экрана. Если, к примеру, у тебя 2К-монитор и видеокарта серии RTX, допустим, 3060, 3070 и так далее, то можешь оставлять по дефолту. Если же наоборот у тебя видеокарта слабенькая, то, я думаю, ты уже в курсе, просто понижаешь своё разрешение, допустим, 1920 на 1080. Но если у тебя ПК очень слабый и ты хочешь очень сильно поиграть в эту игру, тогда добро пожаловать к разрешению 1280 на 720. Картинка супер ужасная, но кадров почти в 2 раза больше и можно будет кое-как поиграть. Далее, динамическое разрешение. Для средних компов и выше, конечно же, отключаем. Это даже для слабых систем нет смысла, потому что у нас здесь есть DLSS, FidelityFX и многое другое. То есть запустить масштабирование может абсолютно каждый, абсолютно каждый. Формат экрана. Выбираешь тот, который у тебя есть или оставляешь на авто. Вертикалку отключаешь полностью. Максимальная частота кадров. В игре ставишь значение, я думаю, 200, выше ставить нет смысла. Максимальная частота кадров в меню 60, вне фокусе 30. Сам внизу у нас есть динамический диапазон HDR. Мы его, конечно же, отключаем. Переходим на качество. Нажимаем применить. Масштабирование, резкость. То, что нас интересует в первую очередь. Здесь очень много технологий. Это касается Intel, Nvidia DLA, Nvidia FSR, FidelityFX, масштабирование Nvidia Image Scaling. Короче, много всего. И я думаю, каждый сможет найти что-то под себя. Мне лично понравилось. Ну, естественно, DLSS это по дефолту. Но даже если тебе видеокарта у тебя RTX, мне понравилось, как работает FSR. На мое скромное мнение, допустим, DLSS я оставляю на качество, картинка неплохая. Но если я выбираю AMD FSR 1.0 и выбираю здесь максимальное качество, мне кажется, что картинка в разы ярче, а по FPS плюс-минус то же самое. Ну, может быть, 2-3 кадра разница. Но еще раз повторюсь, картинка в разы ярче. Поэтому смотри сам, как тебе что больше нравится. Для средних систем мы, конечно же, выбираем FSR и ставим, допустим, баланс либо качество. Если тебе ПК более мощный, ставить ниже, чем качество не рекомендую, потому что картинка уже сильно ухудшается. Если ты выбираешь DLSS, то ставишь, конечно же, качество и резкость. Рекомендую от 60 до 70. Если хочешь вообще отключить, что я не рекомендую, тогда просто ставишь SMT2X и низкая. Но смысла нет, потому что даже самый обычный FSR на максимальном качестве даст тебе на 10-15 кадров больше, нежели если мы его отключим. А штаб видеопамяти оставляем по дефолту, у меня это VoiceAT 5. И теперь покажу настройки, которые касаются в первую очередь видеокарт серии RTX, а уже во втором пресете покажу для систем, допустим, 10 серии или их аналоги от AMD. У меня видеокарта 3060 Ti и плюс-минус можешь ориентироваться. Разрешение текстур я оставляю на высокое. Тестировал на обычном значении, на низком. Картинка ухудшается, очень сильно ухудшается, но FPS я не скажу, что я что-то заметил. То же самое, где-то 1-2 кадра. Фильтрация. На FPS никак не влияет, оставляю на высокое. То же самое касается и детализации ближних объектов и дальних объектов. На FPS никак не влияет, но тем не менее, я поставил на низкое как ближние объекты, так и дальние. На всякий случай, потому что с оптимизацией, еще раз повторюсь, не все понятно, не все однозначно. Где-то в каких-то локациях могут быть проблемы. Поэтому для того, чтобы их избежать в будущем, я выбираю низкое. Дальность отрисовки деталей. Короче. Качество частиц. Высокое. Качество частиц. Еще раз. Высокое. Следы пуль и рисунки. Мы их, конечно же, отключаем. Качество шейдеров. Высокая. Теселяция. Тут, конечно, по желанию можешь, в принципе, включить на рядом, либо же отключить, как это сделал я. Память детализации ландшафта. Минимальное отображение текстур по требованию. Здесь тоже строго все индивидуально. Если тебе нужны текстуры более высокого качества, то включаешь. Я, честно, пока тестирую, не знаю, как лучше. Качество отражений. Низкое. Объемное освещение. Низкое. Качество физической модели. Это то, что касается воды. Мне она, в принципе, не нужна. Я ее отключаю. Подводные блики тоже самое. Отключаем. Разрешение карт теней. Есть у тебя видеокарта, как и у меня, либо ее аналог. Ближайший, так сказать. Ставишь высокое. Экранное пространство высокое. Точечные источники высокие. Точечные источники еще раз. Только уже буфер высокий. Освещение частиц низкое. Затенение фонового света. Тут тоже по желанию. Можешь поставить на динамический, либо же включить прям все. Если у тебя видеокарта, допустим, 20-70, то тут уже можешь поиграться. Во-первых, тени. Они часто влияют на FPS. Ставишь обычные. Экранное пространство низкие. Точечные источники средние. И тут тоже можешь поставить на средние. Отражение в экранном пространстве отключаем. Качество отражений низкое. Динамические эффекты погоды. Тут строго все индивидуально. Если интересно, можешь поставить побегать на ультрах. Чисто посмотреть в первый раз. Если не интересно, ставишь обычный, либо и вовсе отключаешь. Nvidia Reflex низкая задержка. Ставим включить плюс повышенная громкость. Так написано, но это у нас включение плюс ускорение. Глубина резкости, эффекты размытия, размытие оружия в движении и зернистость. Тут все строго индивидуально. Включаешь или отключаешь, ставишь как тебе больше нравится. Это то, что касается пресета для видеокарт серии RTX. Теперь займемся вторым пресетом. То, что касается у нас видеокарт 10 серии и их аналогов. Естественно, ставим FSR на качество. Далее здесь мы ставим все на самое низкое значение. Разрешение текстур. Обычный. Если у тебя меньше 4 гиг видеопамяти, ставишь минимальный, либо низкий. Анистропная фильтрация. Обычный. Детализация ближних объектов. Низкая, низкая. Отрисовка деталей короче. Качество частиц низкие. Качество частиц тут тоже низкие. Точнее минимальные. Шейдеры средние. Далее свет и тени. Разрешение карт теней минимальное. Тени в экранном пространстве. Можешь отключить, либо поставить низкое. Качество теней низкое. Буфер теней среднее, либо низкое. Nvidia Reflex мы здесь, конечно же, отключаем. Либо включаем. Но на FPS может влиять, поэтому будь осторожен. Нажимаем применить. И переходим на рабочий стол для небольшой оптимизации и настройки твоей системы. После того, как настроили график в самой игре, мы качаем архив по ссылке описания и перекидываем папку на рабочий стол. Здесь у нас есть две папки. Приложение MSI Utilvator и схема питания. Давай сначала откроем схему питания. Если вдруг у тебя уже есть схема питания максимальная производительность, тогда пропускаешь этот пункт. Если же нет, мы копируем команду и нажимаем Pkm, копировать, Pkm на пуск, Windows PowerShell Administrator, да. Нажимаем Ctrl, плюс V и Enter. Закрываем. Закрываем. Нажимаем поиск. Пишем. Панель управления. Электро. Питание. Показать доп. Схемы. И ставим галочку на максимальная производительность. Теперь нам нужно перейти в папку с игрой. Если у тебя игра в стиме, открываешь стим, библиотека. Представим, что это у нас Warzone. Нажимаем Pkm, свойства. Выбираешь галочку с игрой кинотеатр. Переходишь на локальные файлы и нажимаем обзор. Если игра у тебя в батлнете, то тоже самое открываешь просто папку с игрой. В моем случае это Disque, Games, Battle.net, Battle.games, Call of Duty, папка Retail. Опускаемся слегка вниз и ищем приложение Code. Нажимаем Pkm, свойства, совместимость. Ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран. Далее параметры высокого DPI и ставим галочку на режим масштабирования. Нажимаем ОК, применить и ОК. Копируем путь к самому приложению. Нажимаем Pkm, копировать, поиск. Пишем настройки, графики. Если у тебя есть аппаратное ускорение, тогда можешь его включить. После всех этих настроек не забудь сделать перезагрузку своей системы. Мы же нажимаем обзор, вставляем наш путь, приложение код, добавить, параметры. И ставим галочку на высокая производительность, сохранить. Нажимаем Pkm на пуск, диспетчер устройств. Ищем вкладку системные устройства, опускаемся вниз. И нас интересует высокоточный таймер событий. Нажимаем Pkm и отключаем это устройство. Теперь нажимаем поиск. Пишем Xbox Game Bar. Если он конечно же есть. Если его нет, тогда пропускаешь этот пункт. Нажимаем настройки, создание клипов. И обязательно убираем галочку с записывать в фоновом режиме. Далее закрыть и закрыть. Далее нам нужно сделать небольшую оптимизацию настройки твоей видеокарты. Если у тебя видеокарта от NVIDIA, нажимаем Pkm на рабочем столе. Панель управления NVIDIA. Вкладка параметры 3D. Регулировка настройки изображения. Ставим галочку на пользовательские настройки с упором на производительность. То есть ползунок влево. Переходим на управление параметрами 3D. Здесь у нас есть два варианта. Сделать глобальную настройку твоей видеокарты. То есть будут задействованы все игры. Либо же отдельно. Если ты хочешь отдельно, то нас интересуют программные настройки. Здесь ищешь колду. Если ее нет, нажимаешь добавить. Нам нужно просто добавить приложение код. Я же делаю глобальные настройки. В первую очередь, что нас интересует. Это анзотропная фильтрация. Если ты ее будешь использовать в игре, тогда оставляешь управление от приложения. Если же нет, тогда выключаешь. То же самое касается и вертикальной синхронизации. Если будешь использовать, оставляешь настройку 3D приложения. Если нет, то выключаешь. GP Rendering OpenGL. Выбираем нашу видеокарту. Кадры виртуальной реальности. 1. Все остальное оставляем по дефолту. Частота обновления твоего экрана. Высшая. Доступная. Размер кэша шейдеров. 10. GB. Режим низкой задержки. Для средних ПК ставим включить, либо ультра. Для слабых выключаем. Режим управления электропитанием. Выбираем режим максимальной производительности. Опускаемся в самый низ и находим фильтрация текстур качества. Здесь тоже самое, два варианта. Ставим на производительность, либо высокая производительность. После этого антизотропная оптимизация и трилинейная оптимизация мы их обязательно включаем и нажимаем применить. Переходим на настройки Surround, настройки Physics. Если у тебя видеокарта мощнее, чем процессор, тогда выбираешь свою видеокарту. Если же наоборот, либо ты не знаешь, ставишь на автовыбор. Теперь то, что касается настройки видеокарты от AMD. Открываем наш архив. Настройка видеокарты. Здесь у нас есть две папки. NVIDIA GeForce. По сути, то же самое, но только более подробно. Далее AMD Radeon. Здесь у нас есть картинки с настройками драйвера для твоей видеокарты. То есть, какие функции включить и какие функции отключить. В нашем архиве находим приложение MSI Util V3. Нажимаем PQM. Обязательный запуск от имени администратора. Да. Здесь мы находим нашу видеокарту. Ставим галочку на MSI. Далее, приоритет. Выбираем Hi и нажимаем Apply. И просто закрываем. Теперь открываем папку Twiki Reestra. Здесь у нас есть пять файлов реестра. Перед тем, как сделать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Читаем здесь, либо гуглим. Занимает буквально две минуты. Но это делаем обязательно. Потому что может быть как хуже, так и лучше. Первые два файла реестра отключают Xbox DVR. Многим бустит от 10 до 20 кадров. Нажимаем PQM слияние. GameDVR 2 PQM и слияние. Если вдруг у тебя нет слияния, нажимаешь два раза LKM, либо через Enter. То есть, запускаешь как обычное приложение. Да-да и окей. Отзывчиваем систему PQM слияние. Сетевой троттлинг PQM слияние. И системный приоритет тоже PQM и слияние. Нажимаем поиск. Пишем. Параметры. Режима. Игры. Игровой режим мы оставляем включенным. В клипах. Если у тебя здесь что-то будет, то все это отключаешь, ставишь минимальное значение. Переходим на Xbox GameBar. И нам нужно тоже его отключить. Далее. Главное. Конфиденциальность. Опускаемся в самый низ и находим фоновые приложения. Здесь у нас есть два варианта. Первый вариант. Отключаем все фоновые приложения, как это сделал я. Либо же отключаем те фоновые приложения, которые мы не используем. Либо используем, но крайне редко. Допустим, Xbox GameBar, калькулятор, параметры, связь с телефоном и так далее. Все это можешь спокойно отключать. Оно никак не влияет на саму систему, но во время игры нежелательно, чтобы работали какие-то фоновые приложения. Это может влиять как на пинг, так и на общую производительность. После всех этих настроек залетаешь в Warzone и наслаждаешься. Если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч.